братья мы еще и должны не забывать что с подвижники баркалу фикум то есть вот особенно мухаджиры они же баркалу господа арабов раньше были то есть не простые люди не рабы они были поэтому помните мы с вами все силе брали то что когда пророк салаллаху салям или мне все силе где-то брать хадис однажды увидел осма осма носила баракове косточки фиников ведро косточки фиников на своей голове чтобы к не кормить коня тальфи осмайта дочь оба крадала и пророк салсом проезжал рядом и сказал ей давай мы тебя довезем и она говорит потом не согласилась и потом она рассказал также что от проксал сам ехал и призыв до всей этот отказал вспомнив от твоей ревности и это ли я сказал то что ты эти косточки носишь на голову мне это намного тяжелее чем то что если бы ты поехал с пророком салса и потом абу бак рады аллаху ангу послал слугу и она сказала вид как будто гид из рабства меня освободили гид то есть представьте госпожа то есть кураши так и так далее рады аллаху анга потом стал работать выполнять такую как говорится тяжелую работу баракалу фико поэтому с этим надо тоже считаться люди же тоже люди это знаете вот их положение социально влияет на них также как на еду представьте человек вырос всю жизнь мясо ел если он приедет куда-то где мясо нибудь ему очень тяжело будет там существовать парковь точно также человек который барак лофиком жил всю жизнь как господин в каких-то на при определенных условиях если он куда-то поедет ему очень тяжело будет там существовать и поэтому на свете все в исламе золотая середина то человек что даже если ты живешь роскоши иногда создавая себе суровые условия как скалом рамках отапы шауши на фаим на нем это лято дум иногда сказал проявляйте черт свой образ жизни милости постоянными не бывает то есть даже есть есть возможность каждый день кушать мясо проводи несколько дней не кушая мясо привыкай к этому чтобы ты тогда оказался в каком-то без мяса в положении чтобы тебя депрессия от этого не началась и поэтому то очень важно вот с этим считаться то есть это условия то есть каких вырос человек поэтому ученые говорят что если человек взял две жены одну взял допустим например дочь главы какого-то племени народа который выросла в роскоши у нее всегда слуги были а вторую взял барак лофиком который всю жизнь ведра с колодца воду ведрами носила и потом барак лофиком он привел две жены в два разных дома и первой жене нанял слугу то есть работницу чтобы она помогала по дому авторонина вторая не имеет права говорить и что ты несправедлив нет это и есть это есть суть справедливости это и есть суть справедливости почему потому что она выросла в таких условиях и она по-другому не может а ты не выросла ты по-другому можешь то есть только как ну хорошо давай тогда хорошо хорошо вот это ты вот выросла в деревне всю жизнь в адресах давай штуку хорошо я с тобой согласен давать каким образом вот она вегетарианка не любит мясо кушать тогда будем справились я не и мясо не покупай не тебе мясо не покупай потому что есть этими успокоишь за заставлять мясо кушать или допустим вот она любит например какой-нибудь овощ или какой-то фрукт она любит капусту вот она каждый день без капусты не может а ты бред у тебя брезгливость капусте нет я вот извини меня вот и капусту купил и ты тоже капусту ешь скажешь не надо я не привыкла по пусть не заставляй меня кучка после это равенство поэтому религия ислам это не религия равенство религия чего справедливости вот будет справедливо той жене который выросла как говорится госпожа в своем племени в своем народе к и справедливо к ней относиться барак луфикум или создать эти условия есть у тебя есть на то возможность чтобы она жила как она жила раньше а ты барак луфикум и это не является унижением для тебя это не является и мало этого барак луфикум это может наоборот тебе навредить почему потому что барак луфикум хорошо ты выросла сама все привыкла делать и приведут тебе служанку и она будет все делать не так как ты это привыкла делать ты будешь нервничать ты будешь ругаться скажешь иди отсюда я лучше сама все сделаю понимаешь потому что и это есть суть справедливости они от того что в этом ущемление тебе понимаешь барак луфикум да может быть для нас немножко это чуждой вещи потому что мы выросли на постсоветском пространстве у нас понятие такой слуги не слуги рабыни рабыни такого него поэтому многим людям этих вещей пока не понять ну просто суть что нам надо понять что это что религия ислам это религия справедливости а не религия чего равенство барак луфикум и справедливость это каждую вещь считает на свое соответствующее место барак луфик ва бил ха ки анзел на ху ва бил ха ки на зал ва ма арсел на ка и ла му баш-ширан ва на зе-ра Ва бил ха ки на зал